всем привет меня зовут рады так всем привет на какой канал так флешки переставьте нам у меня есть лайфхак просто когда у меня нет дня зазора между съемками я просто устраиваю истерику это обмен инструментами подожди я плакать не перестала а вот все не красила и нечего начинать даже кстати что с тобой случилось не красишь тушью не знаю мы сидели пиздели надо было что-то делать я выкрасила ресницы зачем-то увидела тушь косметичные руки сами потянули итак да я вспомнила как меня зовут всем привет меня зовут Ольга Чебыкина это Рада Русских вот так нужно было сказать в самом начале вы смотрите наш канал ключи любви к себе только что у нас была мини планерка где мы обсуждали планы по захвату человечества пока не видят санитары вот она закончилась и мы для вас готовы записать свежие выпуски мы сегодня хотим поговорить про наш новый продукт но это как всегда будет разговор не только про рекламу а вообще возможно вам будет интересно знаешь это внутри Джона Малковича да открыть черепушку и заглянуть к нам туда по какому принципу мы действуем чем мы руководствуемся как принимаем решения как конъюнктура рынка работает как развивается инфобизнес если хотите то есть тут очень много смыслов очень много слоев сегодня готовы все для вас при открытии как вообще эта идея появилась как она прорастает как трансформируются продукты и смыслы которые в принципе не устаревают на протяжении длительного времени мы очень ценим ключи но тем не менее все равно так или иначе какие-то инновации вводим я жена я эксперт я богачка да но это мантра сама по себе классно слушай ну вот ты говоришь не устаревающий контент он в принципе вечный у людей 2000 лет назад те же самые проблемы были через 2000 лет те же самые будут в принципе по моему ничего особо не меняется просто немножечко эстетику подкрутили слава богу и стало покомфортнее немножечко а вообще мы хотели обсудить то что сейчас в инфобизе такой небольшой отлив всех как-то немножко растревожили растрепыхали кто-то подпритих кто-то подразочаровался кто-то устал мы видим что все красные игроки постепенно ходят с рынка да очень много экспертов даже с хорошей именно экспертизой с хорошим образованием с фундаментальным образованием психологическим или каким-то другим которые например 2-3 года назад работали были достаточно крепкими в рынке но это не первая линейка но тем не менее делали хорошие запуски обучали все это было поставлено на поток сейчас они этого просто не делают тот заветный средний класс до который все время мы ждем когда в обществе прорастет а у них все на это не в силу вода то есть или люди вообще не перестают работать и уходят в какие-то там супер до масштабы достижения или они не начинают а вот мало кто проходит от первого ко вторым и обычно средний класс это общее явление отрезок на какое-то время ты являешься средним классом потом ты или откатываешься гришь я не хочу дали ты прорываешься уходишь дальше и сейчас в том числе правда отток не только агрессивного красного инфобиза в принципе многих потому что существуют периоды и это конечно немножко про спиралку как всегда но я уверена что наши уже все ступы же прошли правда уже спиралку если что вы знаете что делать и где искать периоды и например мы очень часто же и снимаем контент чтобы их как-то эмоционально поддержать чтобы хоть кто-то им говорил что это важно что это нужно найдите свой ритм не останавливайтесь но в том числе кроме этого мы еще даем вот этот язык общения который им смазывает дорога чтобы люди их быстрее нашли чтобы опознали потому что очень много сил уходит саму презентацию в наработку своего зрителя и здесь без вот этого конечного ключика когда ты понятен им и они могут тебя опознать просто невозможно то есть ты можешь делать колоссальную огромную работу но представляешь да вот этот твердый эксперт у него харды он там пол жизни учился потом пол жизни работал с клиентами потом он нашел себе этот мотив силы упаковаться там нашелся хоть какую-то команду а сделал продукт и в конце он неправильно отец и все еще дай все как бы и вот это узкое горлышко то есть почему например столько лет мы туда тратим силы потому что это самая узкая горлышко никто не видит что у тебя внутри никто не поинтересуется твоим контентом пока они не увидят вот в эту щелку типа я сейчас подсмотрю чего там есть ли интересно открою да никто не открывает дверь как бы чтобы увидеть там вообще все твои угодья потому что ты не проходишь в узкое горлышко и людям непонятно они не могут тебя признать опознать да и как-то вообще выявить за интересный для себя важный нужный ценный подходящий контент потому что это просто им непонятно выглядишь и это один из самых важных и основных языков общения человечества в принципе язык невербальный является основным передатчиком информации то есть то сколько мы за день говорим это крайне меньше чем то как мы выглядим и визуально то раз до транслировали например сейчас я коммуницирую визуально то есть невербально со всеми ребятами я говорю но параллельно мы продолжаем общаться невербально даже если все молчат или говорит только один это неважно то есть люди не понимают насколько невербальный язык может их продвинуть и мы сколько шесть лет мы присматриваем сюда уже сколько я запуталась четыре пять шесть уже одинаковые цифры далее вот мы по факту обкатывали до продукт и у меня всегда ощущение что мы начинаем то есть в любом возрасте в любом состоянии до какой бы состоянии дошла мне кажется я только начинаю и вот мы собирали все лето да у меня было два месяца мастер-майдов с нашим живым потоком ключей и месяц у тебя был я за свои два месяца услышала запрос на маленькие продукты когда они хотят чтобы мы им в лоб показали потому что правда учить ключи и учить невербальный язык то же самое что учить английский язык тебе показали что вот он такой красивый огромный сложный и ты немножечко такой вау во первых испугался во вторых ты должен его тренировать каждый день и все равно ты никогда не будешь условно носителем там нет никакого предела совершенства это всегда пугает кажется что ты не сможешь его освоить вот то что ты говоришь один в один продолжает я из университета приехал сюда вот у меня была сегодня первая пара снова у четвертого курса на медиакоммуникациях я всегда с них собираю обратную связь что вы хотите от меня получить у меня уже есть репутация как у преподавателя если раньше приходила вы меня не знаете спросите у мамы кто и они на следующий пор ада мы поняли что наши мамы на ваши фанатки вот тут теперь они знают что я давно уже виду в университете они сразу же с запросами и классно девчонка сегодня одна сформулировала она говорит мне вот очень важно я знаю что у меня есть в этом пробел она английская как это устойчивое выражение сказал но смысл его следующий про то что покажи не говоря или скажи не говоря как вот этот вот имидж репутация твои скиллы и твой профессионализм к чему я всегда призываю недостаточно быть профессионалом нужно научиться это демонстрировать в самом широком смысле этого слова то есть все это должно выйти на сцену раньше тебя в кадре появится раньше тебя до открытия твоего рта вот они сидят продвинутые дети они молодцы они уже это поняли вот запрос именно на это покажи не говоря скажи не говоря я делюсь всегда вот этим кейсом возможно вы его слышали а если нет то вы сейчас должны его услышать и понять что это ко всем сферам применимо это очень хорошая метафора когда я прихожу на интервью к популярному человеку или ну не слишком популярному но тем не менее человеку статусному у которого есть книга я всегда эту книгу читаю но я не жду момента пока я вам скажу я прочла вашу книгу это как бы в лоб немножко я эту книгу приношу и она вся испищена закладками она лежит у меня просто рядом со мной на столе и человек я еще не открыла рот он понимает что я ее прочитала вот это просто как один из приемов то что работает у меня вы должны подумать каким образом какими приемами вы все начиная вот от макушки до до пяток и заканчивая антуражем что у вас в руках я не знаю как картинка у вас на телефоне это может быть вообще все что угодно как вы можете продемонстрировать свой профессионализм свой статус свое реноме вот это мы еще не открыли рот это сто процентов работает я сейчас выступала в сколково и как обычно там знаешь вот этот гиперактивный такой немного агрессивный да и ты как бы теряешься в толпе и ко мне пришло ну не знаю там человек 30 до после выступления пофоткаться потом они все стоят в очередь мы все хотим поболтать у всех разный вопрос кто там хочет подкаст кто хочет к нам героиней кто студентка кто еще кто-то и вот я как-то между ними всеми ты пока поймешь кто из этого интересный контакт проходит там еще какое-то время то нетворкинга и вот ты стоишь пытаешься разобраться я у девочки увидела картинку на телефоне я говорю а я знаю что это нагрета но типа мы подружились ну то есть я я когда помню у меня были вот эти все моменты просветления я видела определенные символы которые я больше нигде не видела ну в реальности да а у нее они на заставке она говорит ну вот это мое цифр и это было настолько стопроцентный connecting то есть я понимаю что я точно подружусь этим человеком я найду на нее время и вернусь к ней потому что это такой символ который ее из 8 миллиардов для меня сделал интересный и я такая блин у меня же самой стало круто как это работает то есть вот микро подсказки знаешь а опытные игроки они же ищут микро подсказки да там сережки помнишь да это вечная шутка это же сережки а да забыла сережки в смысл это же сережки то есть говорящие всего подожди были сережки еще на серьги все были сильно пища этот серьги это серьги понимаешь это серьги это просто все если его видно это все медальончик колечко да это все очень понятно да вот громко от красной ниточки на запястье там все знают до каких-то уже нюансов я сколько раз видела когда люди на заставке телефон он у тебя такая мандала все и они такие все ушли в свое обсуждать и сговаривать говорю прям мурашки потому что это считывается молниеносно также как условно вот эти пресловутые марки там часов это тоже для понимающих и у меня сейчас новый вот этот социальный опыт бизнес тусовки замешанные со спортивной тусовка потому что это тоже сильно пересекающуюся сферу у них такая диффузия идет почти все современные продвинутые бизнесмены занимаются спортом это прямо понятно вот гармины я сегодня не у них но вот у меня видишь меня один раз уже опознали по загару от них то есть типа спортивные часы носишь и меня спросили потому что вот здесь на запястье белое видно такая по загару от часов гармина то есть уже настолько просто это высший пилотаж и у меня есть несколько кейсов по поводу спортивных очков окли я ношу же тоже рассказывала просто подходят начиная от чемпионов по яхтиному спорту типа я хочу с тобой познакомиться ты их сменка там или велосипедистка или еще что-то я отшучиваюсь говорю же я просто люблю красивую одежду и классные аксессуары но эти контакты все они замиксовываются те сразу считывают и таких лайфхаков в каждой сфере вопрос в какую вы хотите внедриться другое дело еще вопрос мы подготовлены или нет то есть что вы туда принесете ну это уже следующего порядка вопроса вот эти визуальные символы ну просто так интересно это знаешь вот я наблюдала до сколько люди вкладывают в то чтобы дойти до места нетворкинга но что делать на самом нетворкинге они не понимают просто не понимают и ты же идешь а для того чтобы в толпе опознать своих и чтобы тебя свои тоже опознали в этой же толпе а это правда толпа это шум ничего не слышно то есть там в принципе даже коммуницировать вербально очень сложно музыка кто-то где-то выступает и вы стоите шушукаетесь и ты стоишь и понимаешь что ты половину не слышишь но ты видишь и вот я например очень много визуально использую до потребления информации на нетворкингах и я думаю что просто даже например если у кого-то из заблуждения что я сейчас пойду на нетворкинг и там что-то произойдет там ничего не происходит если ты не подготовился если ты вот эти все с собой какие-то подсказки тихие да и визуальные флажки не используя к тому же да чтобы это было там на дальний план заметно да чтобы тебя издалека выискали а потом вблизи подошли это еще было на что-то понятно люди не готовятся и например вот мы сейчас тоже были сколково это просто это море людей это море людей и они все чего-то ищут они все туда приехали это же далеко то есть мы сначала летели на самолете знаешь потом на поезде а потом еще там два часа на такси чтобы туда добраться ради чего чтобы совершить неудачный нетворкинг что ли и это важно то есть у меня очень давно как и у тебя очень позитивный опыт нетворкинга именно потому что я своим видом отсеиваю тех кто мне не нужен ни в коем случае и притягиваю тех кто мне нужен и вот если понаблюдать да вот многие спикеры например были у тебя на канале женщины или еще где-то да я вижу там своих студенток и есть вот эта судьба спикера да или он уходит в долгую работать там как наш любимый гандапас но он просто знаешь эталонно и игорь ман вот я только что в казани с ним опять на одной сцене выступала ну вот человеку почти 30 лет да вот это просто эталоны я очень сильно советую людям мы много с тобой говорим про то что можно вдохновляться биографиями и нужно вдохновляться биографиями что-то реальные истории не придуманы и там столько форшмака вот этого в судьбе у всех но люди выпутываются из этого каждый раз на более высокий уровень вот это завораживает он говорит я понимаю что я вечно его могу слушать он вечно генерит даже не новый переосмысленный контент на все глубже 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 своей теме да и вот почему некоторые из того кого мы наблюдали до молодые звездочки например мы все еще с тобой работаем ребята работают они уже остановились потому что все высмеивали наши вот эти дополнительные да какие-то скиллы все знают что мы с тобой одержимы модой и все всегда над этим подтрунивали и всем казалось это несерьезно это ладно я несерьезно ты-то серьезный журналист понимаешь там с хорошим бэкграундом там все серьезно да и ты вот все время тоже эти босоножки бусики там еще что-то какие бусики а в итоге ты как бы до сих пор знаешь у тебя как у хакамады там 20 выступлений в месяц со сцены люди все уже дома сидят ничего не делают потому что оказалось что это локомотив да именно так и ведь я тоже это не принимала мы по моему обсуждали уже с девчонками с нашими зрительницами когда делаешь что-то глубокое вот мой проект не принято обсуждать делаем я прямо осердилась ты экранизируешь какую-то человеческую трагедию страшное преодоление которое требует аккумулирования всех твоих жизненных и витальных сил чтобы выжить а тебе пишут под этим интервью боже мой какие туфли и так и думаешь дебилы что ли а потом думаю нет это я наверное идиотка потому что правда я же должна хоть как-то хоть в чем-то прийти и все равно я думаю раз это является маркерами я буду это эксплуатировать и оттуда потом возникли вот эти знаешь народные прозвища приятность там русская кэри или еще что-то вот русская опра это по принципу тематики интервью и эмпатичности а русская кэри это по принципу культивирования идеи вообще обуви внимание к ней кстати на конференции как раз выступала в манула блане синих вот этих это уже такие думали как у кэри это продолжает работать последние 20 лет это правда важно у меня даже было отрицание потому что я все-таки для себя я выбирала вот эту вот яркую достаточно визуальную трансляцию но мне хотелось чтобы люди обращали внимание на смысл но это же конфликт шизофрения какая-то просто мне важно и вам тоже важно так давайте вместе на об этом подумаем и вот продукт который мы создали это еще кстати нас характеризует людей которые очень внимательно к обратной связи понятно что льются тонны всего там много и и обзывательства и оскорблений и обесценивание всего на свете это не сильно трогает правда что это обычная совершенно история как я всегда студентам говорю господи дети вот в ютюбе лежит видяшка звуки природы значит бабочки и котята там старикоза садится на травку даже у нее 13 тысяч дизлайков ну чего хотите от мира просто так ты никогда всем там не понравишься но среди этого сонма голосов были просьбы о том что слишком большая слишком объемная вот эта теория ключей дайте что-то более функциональное понятное структурирование вот мы сделали такой продукт назвали самым примитивным образом и это тоже нужно было признать что именно так нужно говорить я жена в смысле это именно женская роль там жена не по паспорту я жена я женщина партнер мужчины я богачка я статусный человек и я эксперт неважно в какой сфере вот пожалуйста 3 демы вечно востребованные к обсуждению у нас превращены в инструкцию вы можете там просто делать скрины и по ним собирать себе образы а как мы знаем бытие определяет сознание вот и начинаешь это делать и потом уже не можешь остановиться дальше же можно углубляться и ты правильно сказала что у нас очень теплый классный поток был ключей то что так девочками довольно много было откликов что даже для них тоже не по первому разу проходит что для них это был таким хорошим дополнением и закреплением поэтому эти три продукта плюс еще во первых цена все равно живой поток или даже когда ты в запись смотришь мастер-майдов не участвуешь гораздо дороже стоит тут вы за 3000 рублей можете понять про что ключи и получить наглядную инструкцию пожалуйста начните с одного простого урока это получается как ваш такой личный пинтерест под ваш запрос вот у вас уже сформулирован запрос и вот есть выборка мы там не называем марки и магазины в которых купили что-то невозможно собрать не знаешь так всегда веселит это ольга где вы купили вещь женщина пишет мне такая у вас классная курточка бомбер где вы сыном на 1 сентября маркой где купить я пишу все что на фотографии это сшито мной на заказ ну это нельзя или когда мне спрашивают где купить вот эти кроссовки я купил их в японии это никак совершенно но они просто привыкли понидаешь просто есть паразит на старое специальные блогеры которые вот только и занимаются у меня даже была студентка женечка она прошла тоже у нас по моему все что есть и у нее канал телеграм и вот она каждый день смотрят что какие поставки в магазине ки коллекции и вот люди это очень полезно удобно объясняют там классные казаки там в таком-то магазине то есть есть же еще дополнительные люди которые специально занимаются это можно взять как инструмент вот вы сделали скрин там нет марок и нет адресов где купить но во-первых вы теперь точно знаете что бомбер вообще может быть вашем гардеробе как может быть он использован под задачу а вы никогда до этого не носили даже не допускали мысль а теперь знаете что он подходит плюс ищите пожалуйста телеграм-каналы соответствующие подписывайтесь на фэшн-блогеров которые как раз на стилист мы же мы не отнимаем работу стилистов мы говорим о том что это связь да то есть вот у тебя же есть ли скану ты сама очень хорошо понимаешь что тебе нужно почему в каком-то настроении часто стилист выполняет очень много технической работы это также как дизайнер всем кажется ой дизайнер такая творческая профессия а по факту задает интонацию заказчик а дизайнер очень много технической работы делает то есть он такой хардовый исполнитель и вот здесь то же самое мы когда идем к стилистам нам же нужно им сначала сказать что то они же ждут чтобы мы им что-то ну хотя бы вводные дали и это непротиворечивые продукты просто если вы уже для себя поняли что ага мне ближе это это или это то есть со стилистом например тоже попроще потом пойти это все как-то закомплектовать вот это такая небольшая была инструкция если вдруг непонятно для чего продукт создан и как его использовать и как он применим в жизни поэтому это как раз в связке работает у вас наверняка есть классные подписки классные подборки какие-то папки мутбордов настроение уже сформированы просто туда еще добавите как раз наш подход по ключам со смыслами с посылами и уже с такой трансляцией под определенную задачу они просто красивы еще мы же снимали продукт на катя катя стала всеобщей любви но моей точно мы до сих пор общаемся конечно то есть катя правда вот какой-то очень светлый человечек я очень рада что мы вложили в нее силы и средства потому что я вижу как они прорастают потому что катя в питере мы там как-то пересекаемся находит зеркала кстати до сих пор и вообще она начала тренировать команду лены улановой прихмахера да она же начала их тренировать чтобы они начали выражаться классно не бояться до себя проявлять и она мою команду тоже начала зеркалах тренировать чтобы они могли говорить на камеру да она именно учит людей говорить на камеру и мы снимали на кати и получилось еще теплее чем когда мы просто вдвоем с тобой да потому что катя конечно очень эталонный показательный простой человек да вот она правда в хорошем смысле живет вот эту простую понятную жизнь где есть и муж и ребенок и работа и лишние килограммы и надежды и действия то есть она прям для меня такой знаешь новая история золушки то есть она старается и я видела как она наматывала на ус пока мы снимали тот конкретные да какие-то вот эти комплекты комплекты все из моей одежды у нас кати одинаковый размер но она сверху чуть поуже и все хорошо подошло и мы просто наглядно показали что вот как работают ключи все подробно разобрали каждую детальку и было и понятно и тепло и весело потому что понятно сказать мы уже все сроднились и ржом и я рада что мы именно взяли как бы не на нас когда мы с нас сняли этот продукт и уже показали а вот смотрите не на нас он тоже работает потому что да у нас тоже абсолютно там обычные средние статистические фигуры никаких фотомоделей среди нас нет и это очень очень народный продукт очень жизненно да да и я очень жду когда он прорастет уже плотно в массы потому что мне например больно когда я вижу экспертов и они не пролазит в это горлышко я конечно понимаю что там и парикмахер нужен и то и все но для этого мы снимаем целый канал хотя бы присмотреться начать или если совсем ничего не понятно то можно и вот так вот узко потому что очень хочется чтобы у всех все получилось потому что если мы с тобой сейчас посмотрим а кто проростом за последние там два года или четыре да не сказать что бесконечное множество девчонок да все сделали какие-то первые попытки и вот где-то чуть-чуть не прошли я правда вижу что мы работали работаем и прекрасно будем работать именно потому что мы не отрицали эту тему и она вообще прекрасно смазывают их можно пролезть куда угодно это супер честные серии направлены на то чтобы девчонки себя тоже про ассоциировали здесь вот эта открытость и оголенность твоих внутренних всех чувств переживаний это очень дорогого стоит ты сейчас описала среднюю прослойку синей организации классической эксперт это вольный человечек вообще-то на рынке это уже какой-то микро личный бренд крупные сережки в сумочке это классно нобелевская премия за заботу о женщинах должна быть выдана в результате этого 3 мать вот которая руководит всей семьей долл чина повседнев нет для блондинок работает во всех сферах работает в долгу это тоже самое часто задаваемый вопрос где бы ты не выступал ко мне подходит а сколько вот времени нужно даже уже люди перестали спрашивать на сколько денег ну чтоб раскрутиться условно так называть сколько времени нужно тебя есть потрясающий тезис я вы часто цитирую про то что любому стартапов средневзвешенно это исследование мировые там три года нужно вот надо в долгу и сейчас мы переживаем до такой отлив отток и экспертов и зрителей потребителей продуктов инфобизнеса это нормально потому что вы многие столкнулись с некачественным продуктом люди обожглись если раньше вот как вот этот дикий рынок такой бурный капитализм как только начинался на палку в асфальт втыкаешь что прорастает все золотыми плодами сейчас такого нет сейчас очень избирательно хорошо рынок почистится но потом приток все равно начнется потому что вот эти вот сейчас просто рынок инфобизнес красного периода приходит в синий и скоро мы увидим вот этих ребят которые с бешеного да и какого-то нахрапистого выбирать новую стратегию лицензировать все будут приводить в порядок с точки зрения налогов это рынок приберет причешет реально продукты станут более качественные мы никуда не девались мы остаемся вы остаетесь вы до сих пор с нами если кто-то даже перестал инвестировать деньги вы инвестировали свое внимание смотря наш канал очень много полезного контента сейчас мы прорабатываем вот еще стратегически другие даже возможности площадки где мы можем влиять друг на друга продолжать с вами разговаривать продолжать вот эту образовательную тематику совсем бесплатным делать вот есть такие упреки если вы хотите массово то давайте бесплатно но во-первых это даже неуместное замечание потому что сколько ты преподаешь и всего рассказываешь одни твои эфиры десятилетиями делаешь бесплатно этого и так очень много а когда ты конкретную инструкцию покупаешь пусть даже за символическую сумму все равно это ощущение приобретения это дополнительная такая ценность это все окей мы цену сделали супер легкую поэтому можете забирать по qr-коду ссылка в описании лежит сами мы очень довольны этим продуктом хотя было некоторое сопротивление в начале я не хотелось упрощать на потому что ты вроде как знаешь закон мироздания рассказываешь в большом кусте а тебе говорят скажи одну помню мне стало проще самой когда я начала сравнивать преподавание невербального языка и изучение невербального языка с английским да потому что я вижу свои истерики да как мне сложно там каждый раз знаешь нет все таки давай выучим и начинается истерика то есть хочется правда что-то очень съедобное но мне кажется мы делаем гигантскую работу именно на канале потому что канал это супер съедобный материал вот представь что у тебя был жизнепрепод у которого ты училась английскому а потом он до конца жизни снимает специальный канал чтобы ты его доучила да и ты просто смотришь я бы офигел время это мечта это же бесплатно ну как бы да если вы хотите чтобы мы все сделали бесплатно то нужно понимать что в среднем наш сезон стоит 9 миллионов которые мы в складчину положили чтобы снять вам эти прекрасные серии так что как бы для нас платно когда для вас бесплатно что-то дело вот я вижу что маленькая символическая цена она все-таки работает лучше потому что я выложила огромный курс его любимая концентрация бесплатно когда я просто устала его тоже за символически 3000 продавать его выложила бесплатно я думала там будет через год по миллиону просмотров ну конечно нет но кому он нужен никто не хочет над собой работать поэтому но так я могу хотя бы посчитать да вот мы перед выпуском спросили а сколько у нас было продаж так я хотя бы знаю сколько человек вообще готовы совершить хотя бы микроскопическое усилие в 3000 рублей потому что это ну хоть какой-то уже до шажок на встречу к нам и я понимаю на какую аудиторию я работаю на финише опять же со студентами сегодня про это говорили значит я люблю говорить про ответственность которая идет как бы как набор ты не можешь взять только приятную ответственность вот я взрослый человек я что-то сделал рискнула начала стартап и вот принимаю потом дивиденды которые начинаю получать но вместе с этим сейчас еще куча всего и нельзя выбрать только сугубо положительное поэтому мы принимаем всю полноту ответственности за наше решение продукт для вас сделали вы можете забирать но конечно оставайтесь подписанными на наш канал ключи потому что здесь очень очень и очень много бесплатного контента смотреть нас даже на этой площадке можно и удобно я не могу давать вам рекомендации в кадре называя вот эти три буквы что что нужно делать но все кто пользуется ютюбом извлекает из него много пользы знают как смотреть на мобильных устройствах все работает мы в вас верим мы в вас верим да то есть если вы хотите вот доступ к этой бесплатной супер библиотеки всего на свете получить не только про наш канал речь вы конечно же найдете способ это не так сложно адаптационные механизмы работают мы прошли это с рядом социальных сетей других площадок поэтому все будет хорошо мы вас верим подписки ваши ждем лайки ваши ждем комментарии ваши ждем потому что это усиливает опять же наш проект каждую видяшку и увидимся в следующих выпусках у нас на много запланировано болтала для вас свежий новый такой сезон межсезонье неважно как это называть есть определенное желание с вами поговорить и поделиться и мы это непременно сделаем так что оставайтесь с нами ольга чуваки на меня зовут как вы помните рада русских это канал ключей любви к себе увидимся с возрастом я начала понимать как вообще сделать так чтобы отношения были долгосрочным так можно было не расходиться горизонтальное отношение это то к чему сейчас есть тенденция в россии а мы еще лучше глубже интереснее стали точек заучек еще больше сто процентов то есть 18 лет они должны прожить точно потому что для нее трагично если он уйдет через два семь лет и ребенок останется без отца дай какая-то романтика вы про это просто забудьте им кажется что все мы больше друг другу не подходим давай разрыв такая знаешь математическая очень психология и у тебя больше нет никакого вопроса это залог надежный пара а и а и и и и и и